Вот если первый вид молитвы, да, он такой интересный, я вспоминаю свой такой один момент, когда у нас в зале было 300 человек в Днепре, а зал был на 1000 или 1100. И вы знаете, я остановился на колени на сцене, причастие делали, еще что-то, никто не знал. А тогда я вообще никому не говорил про четвертое измерение, я видел зал забитым, я видел, как люди стоят у стены, как селедочки, как сцена забита. Вы слышите меня? Это как первый вид молитвы. Я знал, что это не будет завтра или через неделю. И мы с командой договорились, когда будет первая тысяча, мы отметим. И мы поехали потом к памятнику славы, взяли детское шампанское. Скажи детское. А откуда ты знаешь, какое мы взяли? А ты бери детское. Ну так надо, так надо. Я вспоминаю один момент, когда я вам говорю серьезные вещи сейчас, потому что завтра будет эта молитва. Я ездил в Крым, и вы знаете, там такой пирс, и ты ходишь и молишься. Ну вообще нормальные люди ходят и молятся. Аминь. И вот я молился. Раз в месяц я приезжал и молился там. А тут строят дом. Я так встану, смотрю на этот дом и думаю, вот журдяи какие-то будут жить в этом доме. Я говорю, Боже, почему дети твои должны жить на каких-то съемных квартирах, мучаться? Каждый раз выезжаешь. То занято, то что-то не так, молиться невозможно. И знаете, как мне пришла мысль? Войди в четвертое измерение и смотри, как ты стоишь и смотришь на море. И вот дом строится, а я вижу его построенным. И я вижу, что там у меня жилье. И я молюсь. И так до пирса далеко, надо ехать машиной. А тут ты вышел прямо на пирс и молишься. Я вам рассказываю о реальности четвертого измерения. Вы знаете, друзья, не буду много говорить. Дом построили через там, не знаю, два, три, пять лет. Я уже забыл. Но факт в том, как только его запустили, и меня туда запустили. Вы должны знать и понимать, чего вы хотите. Если взять второй вид молитвы, который вот скоро, сейчас, накануне, вот сейчас тебе нужно. Ну, давайте подумаем, что может быть нужно. Давайте вот. Ну, что нужно? Кредит закрепить или что? Машина. Здоровья. Короче говоря, у всех свое. И Богу это нравится. Понимаете, живая церковь, она отличается тем, что в ней не дается одна таблетка для всех. Потому что у каждого человека свой духовный уровень. И одному человеку нужно одно, другому другое. И если перепутать, оно не сработает. И человек будет терпеть урон. Кто-то понимает, о чем я говорю? Кому-то Бог говорит, знаете, вот по одному, а у другого человека по-другому. И все мы в церкви отличаемся друг от друга. Это чудесно. Правда? И каждому из нас Господь дает послание. И сегодня ты слышишь то, что тебе Бог дает. А кто-то слышит. Совсем другое. Это Бог ему дает. Дух Святой послание насытит наши сердца. Я вспоминаю момент, когда я решил. Думаю, мне нужно. Ну, такое, знаете, нереальные вещи какие-то. Изменить фигуру. Думаю, ну как же ее изменить? Прочитал книжку Шварценеггера. Моя невероятная. Правдивая история. Думаю, почему моя должна быть какая-то вероятная? Кто-то аминь скажет? Скажи, и моя тоже должна быть невероятно правдивая. И я поставил себе цель. Полтора месяца. С тренером занимался четыре месяца. Ой-ой-ой, еще хуже стало. Но потом удивительно. Слушайте, что такое четвертое измерение? Через полтора месяца я был таким, как хотел. Но мало того, есть свидетели много. Кто со мной тренировался? Я захожу в зал, только начинаю заниматься, у меня мышцы раздуваются. И не сдуваются. Такое благословение Бог дал мне. Ты можешь изменить фигуру. Ты можешь изменить кожу. Ты можешь изменить... Слушай, ой, Боже мой, мне хочется говорить, потому что кто-то религиозный говорит, о чем ты говоришь. Знаете что? Все мы люди. И у нас есть наши желания. Кто-то аминь на это скажет. Почему мы в церкви не можем об этом говорить? Ну, пока не можем. Наверное, на следующем саммите или колледже я что-то выдам.